Замабик, какой был вопрос? Вопрос вот насчет забастовки. А, нефтяников, да? Да, нефтяники выходят на забастовки. Смотрите, нефтяники, Житубай, там другие нефтяники выходят, да, Мангустау. Сразу скажу, что я с большим уважением отношусь к Мангустаусу. Это вообще самое революционное место нашей страны, и это все сделала власть своими руками, расстреляв людей в 2011 году. Это рано никогда не заживет, никогда, чтобы вы знали. До тех пор, пока Назарбаев, который дал приказ расстреливать, до тех пор, пока Тукаев не будет наказан, это рано никогда не заживет, никогда. И поэтому они своими руками создали революционный регион. Но я могу так сказать. Сейчас работники Мангустау делают ошибки. Они просят, просят, там, хрумета теперь уже не говорят, я над ними смеялся. Как можно уважать человека, который дал команду стрелять в свой народ? Таких людей сразу, пожизненно сажают, все конфисковывают и так далее. Поэтому я скажу следующее. В чем суть ошибки? Нефтяная индустрия в нашей стране дает больше половины экспортных доходов. Что это значит? Это валюта в нашу страну приходит. Доллары приходят, евро. Если они не придут, мы не сможем вообще жить. Мы не можем импортировать зубную пасту, даже мясо. Самолеты не будут летать, поезда будут стоять и так далее. Вот за счет этой валюты, потому что наша страна ничего не производит. За счет нефтяников и металлургов, которые экспортируют все, что на экспорт. Мы получаем валюту, и за эту валюту мы покупаем то, что мы не производим. А мы ничего не производим, кроме вот этого сырья. Так вот, если нефтяники будут все бастовать, в страну не будет поступать валюта, будет девальвация. Валютный кризис, бюджетный кризис, обвал будет полный. Когда миллионы людей просто от голода выйдут и просто отпинают, выкинут этот режим. Вот что значит, какая сила в руках у нефтяников. Что надо делать? Я просто знаю, что они сами стоят там на месте, как они говорят, до конца транс. Там 500 человек до конца. Ну ладно, еще 800 до конца. Ничего не изменится. Надо выходить на связь нефтяников Казларды, Ахтубе, Атрау, Уральск. Договариваться. Вот как фермеры берут, договариваются. Все немецкие, французские, польские. И начинают двигаться. Блокируют все. Вместе двигаются. Это фермеры. Это не нефтяники. Нефтяники, они просто парализуют работу и все. В нефтегазовой индустрии. И капец, что называется. Поэтому просить не надо, нужно договариваться со всеми. Железные дороги, слушайте, работает почти 150 тысяч человек. Около 140 тысяч. Если железная дорога, работники не выйдут на работу, остановится железная дорога. А что такое остановится железная дорога? Грузы не будут идти. Никакие. Ни пассажирские, ни еда, ничего, ни нефтепродукты и так далее. Будет все парализован. 150 тысяч человек, слушайте. Это одна железная дорога, монопольная организация. Людям платят 150 тысяч тенге, 200 тысяч тенге. Вообще ничтожные деньги. Вообще его железнодорожная монополия. Она должна в год платить 10% налогов, которые в страну поступают. 2-3 миллиарда долларов. Они почти ничего не платят. Воруют. Платят ничтожные деньги железнодорожникам. Так вот, железнодорожники уже Мангустал тоже выходят на забастовки. Парализовать надо работу. Железнодорожники вот как поступили, здесь фермеры заблокировали Париж. Железнодорожники вышли, заблокировали. Нефтяники договорились. Все. Никуда не тянется. Сам прилетит, сам туда прилетит, будет говорить. О, мне исполнители не сказали, как в свое время Назарбаев говорит. Блигинджок, ты да? Приезжал после расстрелов в декабре 2011 году по его приказу. Приезжает в 2012 году Железнодорожник, говорит. Бан, ещек махиканжок, ми блигинджок, муссандар, забастовка была. Блигинджок, да. Вот так, что он говорил. Поэтому я обращаюсь к нефтяникам. Я знаю, я делал обращение, говорю, выходите на связь. Они боятся, типа у нас экономические требования. Какие экономические требования? У нас любые требования, они сразу автоматически становятся политическими. Вы все, случайно просто так, что ли, обращаетесь к Тукаеву? Вы же к нему обращаетесь, а не к своему работодателю. Поэтому, если вот так объединиться, действовать вместе, только тогда будет результат. Не можете, не знаете, как делать, выходить на связь. Я вам все объясню. Но нефтяники, я знаю тоже, как наши люди, многие боятся. Ой, ой, она в отрасль боят, тюрьму ведет. Недом Хоркушин, выходите на связь, я вам все расскажу, как надо делать.